Виктор, да, очень активно предпочитаю участие в комментировании и вопросах. Пожалуйста, расскажите о своем опыте. Альфа-банк, на мой взгляд, одним из самых ярких и заметных игроков в диджитал, и являясь клиентом этого банка, мне кажется, что достаточно успешно с точки зрения потребителей тоже. Ну, я бы сказал, не один из, а совершенно точный лидер, по крайней мере, среди финансовой сферы. Тут бы я поспорил, конечно. Но если бы вы могли поспорить, вы были клиентом другого банка, я думаю, уже давно. Значит, ну действительно, давайте, в отличие от престарелого маркетолога из Unicredit банка, который ограничился каким-то, в общем, бла-бла. Давайте я постараюсь рассказать о том, что конкретно мы узнали за последние пару лет, даже, может быть, за этот год, и дам какие-то конкретные, может быть, наметки. Может, они покажутся немножко примитивными, но, по крайней мере, это то, что выстрадано, и это то, что конкретный совершенно наш опыт и то, к чему мы пришли, перепробовав очень-очень много. Сразу скажу, что для банков и как для финансовых структур и для страховых структур интернета сейчас свет в окошке, и действительно львиная доля моих бюджетов вкладывается туда. У меня один из самых сильных людей в моей команде ведет целиком и полностью это направление. Телевизионной рекламы у меня не было уже очень давно, со времен компании «Честно быть выгодно», которую все уже успели забыть. Но, тем не менее, наши позиции укрепляются и в продажах, и в знании бренда. И все это происходит только за счет интернета. Поэтому тут можно сказать так, что банки являются сейчас очень большими заложниками, с другой стороны, очень большими первопроходцами всего, что происходит в интернете. Поэтому обращаюсь к креативным агентствам, обращаюсь к медийным агентствам, к площадкам. Пожалуйста, не переставайте нас атаковать с новыми яркими идеями. Со всякой фигней прошу не обращаться. Потому что мы не дети. Сейчас уже все банкиры прекрасно понимают, что такое сегодня, что такое вчера. Действительно, интернет очень-очень нужен. И, в принципе, сейчас большинство компаний, которые мы делаем, мы промотируем либо обращение к нам через интернет-банк, через интернет. То есть, например, заполнение заявок на кредит, которые нас всех уже так достало на всех страницах и на всех сайтах. Или сейчас, например, наша последняя компания была промотируем, собственно говоря, сам интернет-банк. Потому что, например, у нас есть такая амбиция. Мы существенно отстаем от Сбербанка и от ВТБ. Но мы все-таки частные банки, а не государственные. Но, тем не менее, мы все прекрасно, ну, собственно, не все, а что в индустрии. Помним, было время, когда компания Билайн была абсолютно крошечной маленькой компанией, фактически стартапом. Правда, стартапом уже тогда, с самого начала торгующимся на Нью-Йоркской фондовой бирже. И был монстр Ростелеком. И вот это как Сбербанк и Альфа-банк, как Давид и Голиаф. По крайней мере, я это не к тому, что Альфа-банк такой нарядный, а в том, что в современном мире очень здорово все и быстро меняется. И, возможно, если так подумать, что через 10 лет банк будет выбирать, уже многие сейчас банк выбирают по удобству интернет-приложения. Вот я уверен, что через 10 лет это будет только так. И постепенно это все по возрастной аудитории расширится и по географии. И, в общем-то, сколько отделений и сколько сотрудников вас обслуживают, уже будет не так важно. Будет важно то, что может ваш интернет-банк. И какие-то сумасшедшие штуки, которые, например, находятся у нас сейчас в разработке, когда вам приходит квитанция из ГАИ или счет за ЖКХ, вы просто фотографируете своим телефоном и загружаете фотографии в ваш интернет-банк, и мы автоматически распознаем, что вам пришло, и оплачиваем это с вашего счета. То есть все происходит нажатием одной кнопки. Вот когда такие фишки постепенно внедрятся всеми банками, тогда преимущество у госбанков пропадет. Поэтому мы хотим быть первыми к тому времени, когда приедет это замечательное время. Значит, теперь о конкретных кейсах. Я, может быть, не буду говорить о красивых кейсах по каким-то отдельным активациям. Делаем достаточно много, но, в принципе, в основном то, что мы делаем, достаточно брутально. То есть мы люди циничные, и нам нужно зарабатывать деньги. Поэтому каждый раз, когда мы делаем кампании в интернете, всегда… Я сейчас говорю про рекламные кампании, не про какие-то маркетинговые активации, не про СММ. Не видим мы большого смысла во всем этом, потому что, опять же, то, что нельзя пощупать, к нему мы очень аккуратно относимся. Значит, каждый раз выбираешь между баннерной рекламой и контекстной рекламой. И у того и другого есть преимущество. Это такой спор бессмысленный. Нужно, безусловно, и то, и другое. Но то, что мы для себя все уже достаточно очевидно поняли, то, что, конечно, ничто не может поспорить с контекстной рекламой на Гугле или на Яндексе. Но вот абсолютно ничто, никакая контекстная реклама, никакая самая яркая. Поэтому, в принципе, мысль банальная, но она очень правильная. Что надо понимать, какой премиум вы готовы заплатить за баннер, за какое-то имиджевое размещение. То есть, понятно, что никакого отложенного эффекта у контекстной рекламы быть не может. Но понятно, что если вам сейчас не нужны зимние резины или сейчас вам не нужен кредит, тем не менее, если вы 25 раз подряд увидите рекламу определенной марки зимних колес или определенного кредита от определенного банка, то в следующий раз вы вспомните об этом, когда будете задумываться о том или ином действии. Поэтому вот эта вот, собственно говоря, эта маржа, которую нужно платить между стоимостью привлечения клиента через контекст, вернее, даже не привлечения клиента, а клика, и клика человека на баннер, она именно заключается в том, сколько вы готовы платить за вот этот потенциально отложенный эффект. Когда человеку понадобится, он вспомнит. Он вспомнит вашу яркую рекламу, вспомнит какого-нибудь там Железного человека или Брюса Виллиса, не дай бог, или еще что-то. Во всяком случае, вот дилемма именно такова. Сколько вы готовы переплачивать за это и сколько вы готовы, если вы какой-то стартап, сколько вы готовы переплачивать за имидж, то есть за какую-то просто визуальную ассоциацию. То есть вот наш опыт, что мы каждый раз очень активно, в смысле, очень внимательно взвешиваем, сколько действительно будет переплата, потому что за время и за опыт такой воронки, мы очень четко поняли, что сколько стоит. И если два года назад мы сидели и как-то очень скрупулезно составляли медиапланы, мы имели ограниченный бюджет, там, Тинькофф первый, кто начал вваливать большие деньги. И мы так постарались достать информацию, что делал он, насколько эффективно. Удалось достать не все, поэтому пришлось набивать свои шишки. То есть в свое время пришлось убедить акционеров и правления в том, что нужны достаточно серьезные инвестиции, да, там, исчисляющиеся, там, огромными миллионами долларов именно в то, чтобы попробовать. И пока мы не попробовали, пока мы не потратили практически целый год на то, чтобы понять, какие продукты, какие действия происходят с каких сайтов. То есть понятно, да, здесь, ну, наверное, все, кто на стороне клиента, и, может, на стороне агентства, понимают, что, чтобы понять, что работает, нужно совершить определенное количество ошибок, да, там, Эдисон, он перепробовал, там, чуть ли не 250 разных материалов, пока не пришел к вольфрамовой нити, да, в лампочке. Вот точно так же и мы. Мы угрохали и выкинули на ветер огромные деньги, зато сейчас мы прекрасно знаем, что если у нас есть кредитная карта, то баннер определенного формата, определенной части экрана на внутренней странице вашей почты работает на такую-то категорию лучше, чем баннер в другой части, на главной странице, там, того же ресурса. То есть это, в принципе, та воронка, которую надо системно выстроить для себя. Возможно, даже она будет отличаться от того же для ваших конкурентов, потому что предложение все равно разнится. Так вот, предложение ко всем и пожелание как можно больше тестировать и, в конце концов, прийти вот к какой-то такой универсальной цифре для себя. Это как в том анекдоте, когда сидит какой-то старичок в ресторане и постоянно долбит, значит, одну ноту на рояле. Вот, смокинги серьезные подходят, говорят, скажите просто, почему товарищ не играет? Говорят, он просто играет те, кто еще не нашел свою ноту, товарищ нашел, вот, и вот играет только ее. Вот сейчас банки очень похожи на нее, то есть фактически каждый нашел эту свою ноту, нашел куда давить для того, чтобы получить самые дешевые или качественные, об этом сейчас еще расскажу, качественные заявки на кредитную карту. А куда давить, когда нужен депозит? А куда давить, когда там нужно еще что-нибудь? Вот, в принципе, задача найти эту свою ноту, а делать это можно, к сожалению, только по вот этой вот воронке. И еще очень важно уметь со своим агентством работать таким образом, чтобы перестраивать компании на ходу. То есть нужно не лениться, и нужно прямо в режиме онлайн отслеживать эффективность ваших действий, потому что каждый день рекламы в интернете хорошей компании это там десятки или сотни тысяч долларов, и каждый лишний день, когда ваша реклама остается на ресурсе, который отрабатывает хуже, чем там параллельный ресурс, это ваши прямые потери. Ну и, соответственно, аффинитивность, то, о чем всегда жили рекламисты и маркетологи, стало понятием очень умозрительным, потому что когда ко мне приходят и говорят, давай порекламируемся на этом ресурсе, или ресурс приходит и говорит, вот у нас аудитория очень аффинитивна к вам. Я говорю, будет замечательно, что дальше? Давайте рекламироваться. Нет, не будем рекламироваться, потому что что такое аффинитивность? Аффинитивность, по сути, это размещение вашей рекламы в том месте, где на нее кликают, потому что если человеку не нужна кредитная карта, он нифига не будет кликать на рекламу кредитной карты, что там на ней не нарисуй, ну, кроме зайца. Лучше двух. Вот, и поэтому, собственно, аффинитивность, это такое промежуточное, стало промежуточным понятием, и не надо абсолютно, как мне кажется, заморачиваться на аффинитивность. Аффинитивность важна там, где вы делаете какие-то спецпроекты на площадке, там, безусловно. Но и все равно, это можно, опять же, позволить себе ошибиться один раз, и сделать спецпроект на той площадке, где будет плохая кликабельность. Дальше вы идете делать спецпроекты на какие-то другие площадки. Поэтому, опять же, аффинитивность уходит, приходит циничное понимание стоимости действия. RTB. Такое двойное значение. Я тут понял, что, с одной стороны, это знакомое всем маркетологам reason to believe, а с другой стороны, это real-time buying. Вот это то, чему мы научились, то, что мы используем. К предыдущему аргументу про аффинитивность вообще не надо морочиться, и в скором времени уже, я уверен, что мы все будем покупать рекламу только через RTB. И, в принципе, на конференции, о которой я уже упоминал, представитель Яндекса сказал, я думаю, что раз сам сказал, то секрет никакого не открою, что возможно, что со следующего года прайс-листа у них не будет вообще. То есть, в принципе, это будущее, и это будущее, давайте два слова скажу, то есть это, в принципе, онлайн-аукционы, когда рекламодатель или его агентство выбирает просто целевую аудиторию. Там я поместил картинку. Инструмент, который называется Яндекс.Крипто. Каждый из вас может зайти по адресу то ли крипто.яндекс.ру, то ли яндекс.крипто.ру и посмотреть, как кто вы определяетесь у них в системе. Я почему-то определился как семейный человек, расстроился. Но, во всяком случае, да. А то, сколько обратно сейчас людей. Потом я понял, что я с работы захожу, и я на рабочем компьютере это все тестировал. Соответственно, дальше все это будет продаваться только так, поэтому результаты будут быстрее, компания эффективнее. Единственная проблема, что сейчас далеко не все площадки готовы отдавать свои лучшие места под RTB-продажи, потому что, например, у Яндекса тоже постепенно идет это послабление. И чем лучше место, тем, наверное, более долго они его будут продавать просто за реальные деньги. И неважно, насколько это эффективно для рекламодателя. Дальше. Тест-н-леон. Несколько таких тоже аргументов. Очень часто приходят площадки и говорят, давайте работать. Давайте работать. Я говорю, давайте бесплатно, соответственно, давайте бесплатно тестироваться. Не, бесплатно тестироваться не будем. Ребята, а что вы пришли тогда? Вот с какого перепуга я буду работать с новой площадкой, еще и на каком-то спецпроекте, с непонятными результатами. Ну, давайте хотя бы десяточку долларов вы в нас вложите, и вот посмотрим. А мне не жалко и десяточку, и соточку. Но проблема-то в том, что тем организациям, которые работают на результат, страховые, банки и так далее, им нужна определенная выборка. То есть нам нужно собрать, допустим, тысячу анкет. Из этой тысячи анкет мы должны, там, одобрение, допустим, половину, в лучшем случае, на самом деле, конечно, 75% отвергается банками. И, соответственно, из тех оставшихся анкет мы должны посмотреть, какого размера кредит, как люди отдают и прочее, прочее. То есть собрать 3-4 заявки, ну, для меня ни жарко, ни холодно, я по ним ничего не пойму. И те из вас, кто так или иначе будет взаимодействовать с финансовыми структурами или с страховыми, которые заморочены на сбор онлайн-заявок, тоже держите в голове, что вы должны приходить, во-первых, вы должны предлагать скидку 90%, не меньше, потому что иначе смысла нет. А, во-вторых, вы сразу на берегу должны обсудить пожелания клиента, сказать, ребят, сколько вам нужно, например, собрать заявок, чтобы вы могли понять, хороши мы или не хороши для ваших целей. И дальше, соответственно, уже тогда вместе с, возможно, новым своим клиентом посидеть это просчитать. Побеждают и получают деньги те, кто действительно не жадничает. Потому что ко мне приходил один очень модный и раскрученный ресурс, которым многие из нас пользуются, наверное, каждый день или через день. В общем, очень нарядные ребята, хорошие, все замечательно. Но вот это было из разряда, ну, давайте хотя бы десяточку в нас вложить и посмотрим. А потом пришла, прям чуть ли не в тот же день, одна из самых желтых, распространенных газет страны, у которых замечательный сайт. И меня поразило, потому что ребята сказали, ну, то есть не стали мелочиться, сказали, мы хотим работать, давайте тестировать, скидка, вот как раз 90% вас устроит, да, устроит. Вот, и, ну, какие шансы, да, что я буду работать с первыми или со вторыми. Потому что на финитивность мне начихать, в общем-то, в заявках на кредиты. Поэтому, соответственно, выигрывает тот, кто не жадничает. А дальше, почему я курицу с золотыми яйцами вместил? Потому что, ну, рекламодатель не идиот, и резать курицу, которую несет золотые яйца, он не будет. Поэтому, если, там, ваши площадки хорошо тестировались, то, поверьте, с вами будут работать. Потому что, ну, не враги же мы себе. Так, что еще придумал? А, вот, тоже из наболевшего. Значит, и, ну, собственно, все финансовые компании, как правило, работают и с B2B, и с B2C клиентами. Вот с B2C клиентами все очень нарядно. То есть мы уже успели научиться, как работать. Медийные и креативные агентства научились, как этих людей привлекать. Но огромная зияющая дыра – это B2B клиенты. То есть, если бы я завтра делал агентство, я бы сконцентрировался на B2B клиентах, потому что достаточно найти некое ноу-хау, достаточно найти какой-то механизм, достаточно найти выборку этих людей, а дальше на них можно рекламировать все. И зарплатные проекты, и кредит для организации, и страховки для организации, и уборку в офисе, и недвижимость вообще черта лысого. То есть, по крайней мере, те, кто первое стартанет с этим, и научатся работать, и будут предлагать это как свое ноу-хау, гребут большие деньги. Ну и сформируют, да, центр компетенции, самое главное, не только базово, а как с ней работать. Ну как раз ремаркетинг и ретаргетинг, мы большие фанаты обоих этих инструментов, активно используем, очень здорово. Но стоимость контакта ниже плинтуса, то есть человек, который уже выразил действием, желание, поинтересовался кредитами, поинтересовался какой-то работой с банками, автоматически мы понимаем, что наш клиент. А уж тем более, если он засветился у нас на сайте, и заходил, соответственно, раздел, то остается просто ему напомнить, потому что контакт с таким человеком стоит, конечно, уже в разы дешевле, чем ловить его по всему пространству интернета. Поэтому настоятельно рекомендую. Единственное, только плохо в этих инструментах, что они очень ограничены, не то, что даже дорого, как Анастасия сказала, это все равно дешевле получается, а мало, мало их. То есть мы получаем, собственно говоря, мы очень хорошо можем отработать, но с теми ребятами, которые уже зашел на сайт Альфа-банка. Все, дальше, соответственно, ну то есть это как бы экстенсивно, никуда не растянуть. Вот, значит, свой среди чужих, чужой среди своих. О том, что с одной стороны нужно, то, что мы успели понять, нужно очень четко настроить агентство и креативное, а самое главное медийное, на понимание того, что ты делаешь. Потому что у каждого клиента есть своя специфика, кто-то продает облачные решения, кто-то продает модную одежду, кто-то продает кредитные карты, но в любом случае есть какие-то свои нюансы. И очень здорово, с одной стороны, подкупает, формирует лояльность, с другой стороны, сказывается на эффективности, когда на стороне агентства есть человек, прекрасно понимающий, что происходит. И, собственно говоря, даже мы уже сейчас выходим на компетенцию, когда не согласуясь с нами, наше агентство может что-то менять. Мы, в принципе, уже знаем, что ребята нарастили компетенцию, чтобы не советоваться с нами каким-то решением. С другой стороны, это чужой среди своих, это в команде у вас должен быть человек, полностью говорящим на оптичьем языке агентств, прекрасно разбирающимся во всех механизмах. И, с одной стороны, будет гарантировать, что вас не обманут. Это всегда важно. С другой стороны, это будет человек, в принципе, уже абсолютно погруженный в эту среду, и к которому уже ваши коллеги из вашей же команды будут приходить как к внутреннему центру компетенции. В общем, очень важно такого человека иметь, лучше всего купить в агентстве. Ну и такая известная мировая дилемма в поисках точки G. Вот я всегда в последнее время призываю искать точку A, потому что не от Альфа-банка, а есть такой замечательный CPA, Cost Per Action. И очень часто мне говорят, ну вот наши партнеры, например, медийщики говорят, наши партнеры, с которыми мы работаем, у них нифига никакого EIT-а, собственно, и нет. То есть у них вот нужна там анкета или там какое-то действие, или клик. Ничего подобного. Может быть, даже сами клиенты не очень понимают, чего они хотят получить на выходе от интернет-продвижения, но у каждого клиента есть эта точка A. Надо просто с ним посидеть, серьезно поговорить. Например, в банковском бизнесе наиболее продвинутые агентства, они уже не хуже, чем мы, понимают, что для нас Action это незаполненная анкета. Это гораздо-гораздо глубже. Это заполненная анкета, одобренная анкета. Это человек, пришедший за кредитом, который ему одобрили. Дальше подвигаемся. Это человек, который произвел первый платеж по кредиту и так далее. То есть, соответственно, чем более глубоко мы будем разбираться в экшенах этого клиента, тем крепче будет связь площадки клиента, агентства клиента. И просьба всем маркетологам, так сказать, инхаусным, очень четко задуматься над настоящими A, настоящими экшенами, которые мы хотим продвигать, а не вот этими всеми промежуточными историями. То есть, вся эта пирамида, она тоже важна, и коэффициенты перетекания важны, но в конечном счете у нас есть то, что приносит нам деньги. И давайте просто искать вот этот вот экшен в своих действиях всегда. Ну и, собственно говоря, просто я просуммировал то, что я перечислял. Вот как-то так. Основное, чему мы учимся в интернете, не считая каких-то красивых нарядных кейсов. Спасибо. Спасибо, Виктор. Весьма практичная и достаточно откровенная презентация. Виктор поделился со своими секретами. У меня такой вопрос. Я правильно ли я понял, что вы используете рациональный достаточно подход в интернете, что все нужно считать, и в конечном итоге максимально надо считать и все, что можно посчитать. А то, что посчитали, нужно снижать стоимость и увеличивать отдачу. И вы подтвердили, наверное, я не ошибусь, скажу, что Олег Тиньков, первый отказавшийся полностью от траты денег на имиджи, на бренд, на промо, отказался от ритейла и от многих стандартных инструментов, он подтолкнул многие банки, не только ваш, к тому, чтобы всерьез подумать, а может быть, нам заменить маркетолога на аналитика, а пиар-менеджера на математика и так далее. Но вот, тем не менее, вы тратите достаточно большие ресурсы на имиджевые вещи, например, как акция на Воробьевых горах или ко-брендинг, например, с Iron Man. Когда банки будут готовы отказаться вообще от подобных трат, и нужно ли это делать, вот как сделал Олег? Ну, значит, я уверен, что там даже поведение Тинькова, мы понимаем, неправильно, да, то есть он ни от чего не отказался. То есть не считать его твиттера, да? Да нет, ну то, что он говорит, то, что он делает, вообще разные вещи. Вот. Но у него очень много наружной рекламы, я вот сегодня с утра прилетел с Дальнего Востока, и весь... Так он на вас смотрит, понимаете? Он думает, что вы смотрите на него, а он смотрит на Сбербанк. И каждый думает, что кто-то не знает. Я могу сказать, что региональные города очень здорово завешены рекламой Тинькова просто наружной. То есть все в порядке, по-прежнему там имидж есть. И имидж очень важен, потому что среди банкиров есть такая сейчас большая дискуссия, значит, надо уводить людей из отделений. То есть нечего людям там делать. Практически все операции можно сделать онлайн. Но тогда происходит... И я думаю, это не только для банков, это характерно для многих бизнесов, которые сейчас очень здорово уходят в онлайн. И, в принципе, радость-то большая, когда вы приходите в отделение, нет очередей, все хорошо, ритейлеры или банкиры не несут затраты на поддержание большой инфраструктуры. Но западные банки, которые прошли это лет на 5-7 раньше нас, и превратились в то, что называется в комодити, то есть такая, ну вот, банк и банк, бог с ним, какая разница, альфа-банк, Тинькофф, Сбербанк. Вот я удовлетворен тем, что у меня в айфоне я могу делать. И, слава богу, постепенно люди вообще забывают даже, какой у них банк. Помирает лояльность, помирают какие-то возможности что-то еще человеку предложить, помирает вовлеченность. Надо понимать, что это тоже незряшные слова. И сейчас уже американцы, наоборот, ищут какие-то фишки, чтобы привлекать людей в свои физические отделения. Пусть их отделений немного, но бренд должен быть. И очень важно тоже не доиграться до того, чтобы вас воспринимали только как комодити. И вот здесь вот, как раз возвращаясь к вашему вопросу, не пора ли заменить всех этих маркетологов на аналитиков, конечно, нет. Потому что, совершенно верно, то есть, и мы делаем от каких-то больших вещей, да, там, в Шовно-Воробьевых горах, куда пришел без малого миллион человек, я думаю, что это миллион человек запомнил то, что там происходило. И, кончая какими-то маленькими вещами, мы, значит, на наши двери отделений, на металлические ручки зимой вешаем такие меховые чехлы, чтобы людям было теплее, просто когда они голой рукой открывают дверь. То есть, вот весь этот спектр вещей, он все равно играет роль. И мы еще не живем в том мире, дай бог, не будем жить в том мире, когда все будет решаться исключительно цифрами. Спасибо. То есть, вы за здоровый баланс. Да, назначен. Да, вопрос, пожалуйста. Еще раз, здравствуйте, Саблин Кирилл, Innovation Media Group. Виктор, подскажите, пожалуйста, был ли у вас опыт с партнерскими программами? Знаю, что до недавнего времени русский стандарт баловал с этим. там же именно вы задаете тот A или точку G, как вы ее называете, и вы же платите только за лид или за результат, который вам необходим. Если не был, то почему? А что такое партнерская программа? Ага. Значит, партнерская программа, ярко витамин пример, например, Admitad, где сгенерировано около 100 тысяч партнеров различных, которые доставляют трафик до вашего сайта. Если он конвертит, соответственно, заполняется анкета или выдается кредит, то есть, именно банковские услуги, то партнер получает отчисление. Лид-генераторов имеете в виду? Да. Проще, что так и сказали. Партнерская программа. Работаем, но пока не очень довольны, потому что качество достаточно низкое. Стоимость этого A, но она ниже, чем от каких других инструментов, которые мы используем. То есть, у лид-генератора хорошо, но это далеко не панацея, это один инструмент, который используют, безусловно. А из-за чего? То есть, там низкая конверсия, именно высокие... Да-да-да, то есть, трафика пригоняется много, а людей, которые мы выдаем, фактически, кредитах очень мало. Сюда же идут в эту же корзину и все активации в соцмедиа. Замечательно, тоже строили отделение банка в разных этих счастливых фермерах. Все мы пробовали, но контекстная реклама рулит. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok